26 ноября в Канаковском городском суде продолжено судебное слушание по уголовному делу 57-летнего Рашида Насирова, входящего в банду так называемых черных риэлторов. Он обвиняется в совершении четырех преступлений. Хищение в крупном размере, совершение двух видов мошенничества, совершенное также организованной группой, и убийство двух или более лиц в целях сокрытия другое преступление. 26 ноября в судебном заседании были заслушаны прения сторон и предоставлено последнее слово подсудивому. При вынесении приговора прошу в суд учесть характер и степень тяжести, совершенных в Насировом преступлении, их последствия, а именно, как была установлена причина смерти четырех лиц. В качестве обстоятельства смягчающего наказания Насирова в соответствии с пунктом и части 1 статьи 61 уголовного кодства РФ прошу в суд учесть данную им явку с повинной, а также активность по собственной раскрытию расследования преступлений и заключению уголовного преследования других соучастников преступлений. Сторона защиты также просила суд учесть при вынесении наказания явку с повинной Насирова, его активную помощь следствию и то, что Насиров юридически не судим. Напомним, Рашид Насиров обвиняется в четырех убийствах, двух мошенничествах и краже в нашумевшем деле черных риэлторов. Дело Насирова, а с ним заключено досудебное соглашение, выделено в отдельное производство. Дело в суде рассматривается в особом порядке. Я с первого дня в задержании сотрудничал с следствием, ничего не скрывал, заключил досудебное соглашение. Свою имя не создаюсь, сожалею, содеянным. Прошу не судить меня строго. По всем четырем преступлениям государственное обвинение попросило наказание в виде лишения свободы, а именно по хищениям, а именно по преступлениям предусмотрено статьей 158 и 159. По трем преступлениям государственное обвинение попросило в виде трех лет, шести месяцев лишения свободы. И по статье 105 убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, гособвинение попросило видеть 12 лет лишения свободы и по совокупности данных преступлений путем частичного сложения наказания, окончательное наказание гособвинение просило Насирову назначить в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Выслушав принес сторон и последнее слово подсудимого, судья удалился в совещательную комнату. Приговор Насирову будет вынесен 27 ноября. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Твери и представители народной дружины Беркут провели совместный рейд по улицам Центрального района областной столицы. Дружина состоит из 14 человек. Ежедневно добровольцы вместе с полицией выходят на патрулирование улиц города, обеспечивая охрану общественного порядка. Также по мере необходимости народные дружинники совместно с участковыми уполномоченными полиции участвуют в профилактических рейдах. Кроме того, народная дружина Беркут работает с полицией при проведении общественно-массовых мероприятий, фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Взаимодействие полиции и народного дружинников способствует не только охране общественного порядка, но и предотвращает различные преступления, в том числе кражи и распространение наркотиков. Как отмечает командир народной дружины Александр Мершинченко, с июля по сентябрь при непосредственном участии дружины было выявлено почти 200 административных правонарушений. У МВД России по Тверской области продолжает работу по организации народных дружин. Продолжение следует...